Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дают энергию для уверенного движения в будущее Кто построил первую дорогу и когда дороги пришли в Россию? Что такое дорожная одежда и зачем она нужна? Какие бывают дороги и чем отличается федеральная трасса от региональной? Сколько в Югре дорог и какова их общая протяженность? Какие масштабные дорожные проекты реализуют в Югре и зачем? Каждый из нас ежедневно пользуется дорогами Мы ездим по ним на работу и в отпуск По ним перевозят грузы и пассажиров Проезжая по автотрассе мы даже не задумываемся Что под нами итоги многовековых инженерных изысканий А ведь самой первой дороге в мире скоро исполнится 2500 лет Уже в Древнем Риме люди задумались о том Как сократить время перемещения между двумя точками Со временем прокладка транспортных путей Стала по-настоящему государственной задачей В древние времена существовало два способа перемещения По суше, верхом пешком или на повозках Или по рекам и морям, на кораблях Дорог в привычном для нас понимании не существовало Все изменилось в 312 году до нашей эры Когда в Древнем Риме была построена Аппиево-дорога Первая римская государственная трасса протяженностью 212 километров Соединяла столицу империи с южной провинцией Кампания Чтобы проложить самый прямой и короткий путь к побережью Римские инженеры придумали особые геодезические приборы И заложили основы дорожного строительства После разметки идеально прямого пути вдоль него рыли широкую канаву В нее в качестве основы засыпали камни и песок Затем следовал слой гравия с глиной А сверху все это покрывалось массивными булыжниками Уложенными так, чтобы вода стекала с проезжей части в сторону Римские дороги были настолько надежными и качественными Что многие из них существуют и сейчас А что же Россия? Прокладку дорог в нашей стране начали лишь после 12 века Когда русское государство стало самым большим в мире Возникла необходимость доставки грузов между отдаленными городами и поселками Но лишь в 16 веке появились первые технические условия для строительства дорог Сын Ивана Грозного Федор в судебнике дал указание Какой ширины должна быть русская дорога Ширина русских дорог должна была быть приведена к полуторасаженям Неужели они считали, что вот на этих 3,25 метра могли разъехаться две попозки? К концу 18 века на русских дорогах появляется все больше путешественников Постепенно стали преображаться и транспортные пути На которых все чаще встречаются постоялые дворы Где можно переночевать, накормить лошадей и перекусить самому Дорога превратилась в бизнес-процессы бизнес-объект Только между Москвой и Санкт-Петербургом Там все хорошо, там у нас есть трактир пожарский с пожарской котлетой Веселые девушки на молдайской возвышенности То есть там есть инфраструктура А страна от большая есть еще и Казань, Киев и Нижний Новгород Я уж молчу про Смоленск, Рязань, Кострому, Коломму Прочую уездную губернскую мелочевку В Советском Союзе строительству дорог Стали уделять по-настоящему государственное значение За каждым новым километром было поручено присматривать Не только инженерам, но и партийным работникам На первую половину 20 века приходится строительство всех основных транспортных коридоров огромной страны С момента прокладки первых дорог прошли десятки веков Существенно изменилась и технология строительства дорог При этом современные дорожники используют в том числе разработки древних римлян Все потому, что предложенные ими инженерные решения за тысячелетия доказали свою актуальность Сегодня на возведении любой автодороги трудятся сотни специалистов и десятки различных единиц техники Прокладка даже небольшого дорожного участка становится местом приложения усилий инженеров и геодезистов Строителей и водителей В итоге автолюбители и профессионалы получают возможность в кратчайшие сроки преодолеть сотни километров пути Современная автомобильная дорога представляет собой целый комплекс инженерных сооружений Одним из важнейших элементов является земляное полотно Фундамент всей последующей конструкции От того, насколько качественно выполнены работы по устройству земляного полотна Во многом зависит надежность будущей дороги Включая такое понятие, как безопасность дорожного движения Первый шаг при строительстве любой дороги – сооружение выемки в земле Грунт уплотняют тяжелой техникой и выравнивают Следом кладут дренирующий слой Его задача – вывести из тела дороги дождевую воду Чаще всего эту роль отводят геотекстилю, песку и щебню крупных фракций Затем пустоты между камнями заполняют более мелким материалом Как правило, используют щебень диаметром от 4 до 6 см, а на него укладывают камешки до 3 см в диаметре Сверху кладут слой асфальта, толщина которого строго регламентирована У каждой автомобильной дороги есть свой номер, особенности и статус Федеральные дороги – важнейшие пути страны, определенные распоряжением правительства России За их содержание и развитие отвечает Росавтодор Региональные и межмуниципальные дороги находятся в ведении субъектов страны И финансируются из местных бюджетов Также есть дороги местного назначения и частные Автомобильные дороги разделяют на технические категории в зависимости от количества и ширины полос движения Наличие центральной полосы, типа пересечения с другими дорогами К первой категории относят дороги с четырьмя и более полосами Каждая из которых имеет ширину 3 метра 75 сантиметров На них обязательно присутствует разделительная полоса 1А – это высший класс дорог в России Они не пересекаются на одном уровне с другими дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками А также оборудованы въездами и выездами с полосами разгона и торможения К категории 1Б относятся скоростные автодороги, выехать на которые можно только через развязки или регулируемые перекрестки На проезжей части таких дорог запрещены остановки транспорта Для отдыха и стоянок машин на скоростных дорогах есть специально оборудованные площадки Автомобильные дороги других категорий – это все остальные автотранспортные пути Категорию дороги выбирают при проектировании в зависимости от интенсивности движения Общая протяженность дорожной сети в Югре сегодня составляет свыше полутора тысяч километров При этом почти 90% дорог находятся в нормативном состоянии По этому показателю наш округ входит в топ-10 регионов России Ежегодно в Югре строят и ремонтируют десятки километров автодорог А еще реализуют масштабные инфраструктурные проекты, в которых заинтересованы не только югорчане, но и жители других регионов страны Для Югры с ее огромными просторами дороги являются жизненно необходимыми объектами Не случайно бюджетные затраты на их строительство и содержание исчисляются цифрами с девятью нулями В 2022 году на эти цели казна округа выделила почти 5,5 миллиардов рублей В 2023 сумму увеличили почти вдвое – до 10 миллиардов Средства заложены для реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Одна из его главных задач – создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры В этом году в Югре планируют привести в нормативное состояние 35 километров автодорог, которые входят в опорную транспортную сеть России Среди ключевых объектов – реконструкция участка дороги Югорск-Таежный До осени 2025 года специалистам «Северавтодора» предстоит привести в нормативное состояние почти 19 километров трассы Уже ведутся работы по устройству земляного полотна, так называемой дорожной одежды из асфальтобетона, продольных канав и кюветов Также на объекте предстоит реконструировать инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и отремонтировать мост через реку С На последнем этапе здесь установят дорожные знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики, а на аварийно опасном участке новые линии освещения В скором времени через Ханты-Мансийск пройдет федеральная трасса М-12 до Владивостока Ее общая протяженность составит 12 тысяч километров На Югру придется почти полтысячи километров Новая артерия возьмет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных потоков От Тюмени до Салихарда и от Перми до Томска Встроить Югру в общий транспортный коридор позволит возведение нового моста через ОП Это проект национального значения, мостовой переход, важная часть северного широтного коридора Здесь назову, если уж говорить об инфраструктуре, о тех проектах, которые связывают нашу страну, создают условия для экономики То это реконструкция автомобильной дороги федерального значения Р-404 с расширением ее до четырех полос движения Югорские дорожники уделяют внимание и городским магистралям К примеру, в Нижневартовске благодаря нацпроекту построен и введен в эксплуатацию второй участок улицы Нововартовской Который ведет в историческую часть города, а также к новой спортивной площадке Все чаще в Югре к строительству дорог привлекают частный капитал Так, в мае этого года в Сургуте открыли движение по первому участку дороги, построенному по концессии Участок протяженностью около 400 метров возведен с использованием средств бизнеса Новый участок автомобильной дороги обеспечил транспортную доступность застраиваемых микрорайонов Реализация этого проекта обеспечит возможность ввода в эксплуатацию почти 30 тысяч квадратных метров жилья Представить себе современную жизнь без дорожной инфраструктуры невозможно Да и само понятие «дорога» находит отражение во многих сферах существования человека Дорогам посвящены стихи и песни, книги и фильмы, научные исследования и монографии Дорога жизни, большая дорога, дорожные приключения Эти фразеологизмы прочно вошли в наш язык И это неудивительно, ведь транспортная артерия не только соединяет людей, но и символизирует собой путь в светлое будущее Это была программа «Энергия Югры», которая рассказала вам о дорогах До встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!